Приветствую всех любителей фигурного катания. В ближайшие минуты о главных событиях дня. Партнером Камилы Валиевой в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи будет олимпийский чемпион в командных соревнованиях Дмитрий Соловьев. Валиева исполнит роль Настеньки, Соловьев — роль Чудовища и Принца. Спектакли с участием Валиевой пройдут с 8 по 21 июля. Перед тем как продолжить по традиции призываю вас не пожалеть несколько секунд своего времени и поставить лайк этому ролику. Большое вам спасибо. Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании и отразится ли это на группе Этери Тутберидзе. Решение в большей степени, конечно, направлено против нас, всем очевидно, что в возрасте 15 и 16 лет наших девочек обыграть невозможно. Но я верю, что наш тренерский цех сможет перестроиться и будет готовить людей так, чтобы пик приходился на возраст с 17 до 21 года. Мы видим, что это возможно на примере Лизы Туктамышевой, а не Щербаковой, которая еще года три может спокойно кататься, повышение веса ей не грозит. Другим девочкам, возможно, будет сложнее проходить период пубертата, но и Этери Георгиевна Тутберидзе, думаю, разберется, что делать. Не конец ли это ее империи, нет, это только начало, сказал Жулин. Конгресс Международного союза конькобежцев принял решение вести квалификационный раунд на чемпионатах мира по фигурному катанию с сезона 2024-2025. В рамках квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы. Продолжительность чемпионата мира увеличится до 8 дней. Количество участников мирового первенства увеличит до 54 в женском и мужском одиночном катании, до 32, в парах и до 40, в танцах на льду. В финальный раунд попадут 24 фигуриста в женском и мужском одиночном, 16 пар и 20 танцевальных дуэтов. При этом ИСУ предусмотрел прямые попадания на турнир без квалификационного раунда для ряда фигуристов по лучшим результатам предыдущего чемпионата мира. Также Конгресс принял решение протестировать систему разделения судейских бригад в фигурном катании. Судейскую панель предлагается разделить на две части, одна оценивает качество исполнения технических элементов, ГОЭР, вторая — компоненты. Каждая из частей должна состоять минимум из пяти и максимум из семи судей в зависимости от статуса соревнований. К вопросу утверждения этой системы планируют вернуться на следующем Конгрессе. Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство фигурного катания. Несмотря на сложные обстоятельства, мы начали работать над проектом компьютерных систем вместе с канадской компанией, которую возглавляет бывший фигурист парник Крейг Бантин. Ключевая цель в этом направлении — докручиваемость прыжков, но технологии может быть использована и в других аспектах фигурного катания. «Первые результаты интересны и многообещающи», — сказал Лакерник. «Международный союз конькобежцев уравнял оценивание каскадов и секвенций. Секвенции — последовательность прыжков, выполняемая с более долгой подготовкой ко второму элементу, например, когда вторым прыжком идет аксель. Ранее стоимость элементов в секвенции умножалась на 0,8. Теперь стоимость каскадов и секвенций будет складываться из полной базовой стоимости элементов. Предложение принято большинством членов Конгресса, против выступил только один делегат. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Войцеховская поделилась мнением почему тренер Этери Тутберидзе не так часто ходит на интервью. Мне трудно здесь ответить, потому что я не настолько слежу за ее жизнью. Я всегда смотрю чисто эгоистично со своей позиции. Она мне была безумно интересна как тренер в 2012 году. Я получила такое большое удовольствие, когда с ней разговаривала. Потом приезжала к ней в Хрустальный, мы второе интервью сделали, мне был безумно интересен ее взгляд. Не могу сказать, что она легкий собеседник. Мне приходилось какие-то вещи из нее тянуть. По поводу Плющенко она говорила, кто я такая, чтобы давать Плющенко какие-то оценки. Стоило больших усилий, чтобы все-таки как-то выводить ее на разговор. В этом плане она не самый простой собеседник, но я всегда старалась идти навстречу, потому что мне реально это было интересно. А сейчас я поняла, что мне гораздо более интересны какие-то другие тренеры. Не потому, что я как-то не так отношусь к Этери, а потому, что я прекрасно понимаю. Сейчас я не знаю, что будет после изменений возрастных рамок. Но до нынешнего сезона я прекрасно понимала, что я увижу. Вот почему мне абсолютно неинтересны эти маленькие совсем девчушки Хрустального, потому что я прекрасно знаю, что там будет. Не важно, какая музыка, программа будет одна и та же, сказала Войцеховская в подкасте Ход коньком. Также она рассказала о взаимоотношениях с Этери Тутберидзе после Олимпиады 2014 года в Сочи. В Сочи произошла стандартная ситуация, когда Юля Лепницкая проиграла, и я, что называется, попала Этери под горячую руку. Претензией было, почему вы написали так, почему вы не позвонили мне. Я говорю, а когда звонить, вы стояли у бортика. В общем, это был скандал. После этого я дважды подходила к пресс-атташе Федерации фигурного катания России и говорила, что независимо от того, что между нами произошло, нам предстоит много лет работать вместе, и я считаю ненормальным, когда ведущий тренер и один из ведущих журналистов находятся в таких отношениях, поэтому я просто прошу поспособствовать как-то, чтобы мы встретились и поговорили. Мне было отвечено, я не буду этим заниматься, поскольку я считаю, что это не надо. Я понимаю, что человек преследовал свою цель иметь эксклюзивный доступ, я там была совершенно не нужна. Но парадокс заключается в том, что после Сочинской Олимпиады мы с Этерией Георгиевной сказали друг другу в общей сложности четыре слова. Когда награждали лучших журналиста, фигуриста, тренера, был такой очень красивый приз Панина Коломенкина. Этот приз как тренер получила Этерия, как фигурист Женя Плющенко, а как журналист я. По-моему, на этом мероприятии. В общем, я вручила приз Этерии и сказала, поздравляю вас, Этери, она сказала спасибо. Вот это четыре слова, которые мы с ней произнесли друг другу с момента Сочинской Олимпиады. Поэтому я не знаю, как она смотрит сама, считает ли она, что между нами есть какой-то конфликт, я так не считаю. Я понимаю, что этот конфликт выгоден очень многим, что он подогревается очень многими, причем подогревается постоянно. Но сказать, что я как-то зацикливаюсь на этой истории, нет, рассказала Войцеховская в подкасте. Серебряный призер Пекина 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова 9 июня проведет открытую тренировку в рамках недели легкой атлетики в Москве. В открытой тренировке также примут участие олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами, исполняющая обязанности главы Всероссийской Федерации легкой атлетики Ирина Привалова и заслуженный тренер России Евгений Тераванесов. Александра пригласила болельщиков посетить неделю легкой атлетики в Москве. 9 июня Трусова выступит на соревнованиях по прыжкам в длину. Дорогие друзья, уже завтра я приму участие в соревнованиях по легкой атлетике. Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Все это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно. Поэтому приходите в Лужники на неделю легкой атлетики, поддержать меня и других прекрасных спортсменов, до скорой встречи, сказала Трусова. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках, и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч.